В последние годы теракты стали обычным явлением. Вся Европа живет в напряжении. И даже лучшие спецслужбы самых прогрессивных стран не в состоянии их предотвратить. Как же украинские спецы научились предотвращать атаки на мирное население? В нем находятся бумага и книги. Оказалось ли готова страна после трех лет войны к терроризму в чистом виде? Секретные материалы решаются на скандальный эксперимент. Проверим, насколько украинские правоохранители готовы к явной террористической угрозе. И уже 10 раз успели теракт провести. А также, что делать и куда прятаться, если опасность совсем близко? И почему украинские политики лучше, чем обычные граждане, подготовленные к терактам или полномасштабным военным действиям? Мы первыми покажем, где будут прятаться высшие чины в случае угрозы. И как придется спасать себя обычным украинцам? Смотрите прямо сейчас, только в секретных материалах. Весна 2012-го. От взрыва мусорных баков в бывшем Днепропетровске пострадало 27 человек. Женщина, которая лежала, говорят, что она уже была мертвая. Это, по сути, был первый классический теракт в нашей стране. После революции все изменилось. Взрывы в Харькове. Взрывы в Одессе. Взрыв был мощнейший. Взорванная граната под парламентом. Ну и, конечно же, самый масштабный теракт. Война на Донбассе. Пошли. 153. Огонь открыл. Недавний взрыв в питерском метро заставил украинские спецслужбы внимательнее и тщательнее работать и в киевской подземке. Метро – самое уязвимое место. Замкнутость пространства, ежедневно большое скопление людей. В этом году голубые вагоны столицы уже перевезли более 120 миллионов пассажиров. Насколько здесь безопасно? Проверим лично. Киев, 9 часов утра. Время – пик в столичной подземке. Неужели никого не волнует оставленный без присмотра рюкзак? Только на 15-й минуте нашего эксперимента к неизвестному предмету подходит дежурный по станции. И вы не поверите, работник метрополитена сам, бесстрашно, решается проверить, что там внутри. Правило номер один. Ни в коем случае не трогать подозрительный предмет. Это может быть вибуховый пристрой, который работает в раздельный период, або работает от того, что его разрушат из места или поднимут, або работает от того, что кто-то там будет пытаться открыть сумку. Отлично. Вибуховый пристрой с эквивалентом в один килограмм тротилу достаточно, чтобы зруйнувать невеличкий будинок полностью. Дело в том, что мы проводим эксперимент. И, пожалуйста, будьте бдительны и внимательны. За то время, сколько лежал наш рюкзак на станции, можно было успеть сделать ну минимум пять терактов. Для того, чтобы наш эксперимент не казался предвзятым, едем еще на одну из самых проходимых станций столичной подземки. Метро «Крещатик» также одна из самых посещаемых станций. В этот раз ставим наш рюкзак под стеной возле перехода. Ждем реакции. Через пять минут находку на станции обнаружила дежурная. В этот раз людей от вероятной опасности спасла бдительность дежурной по станции. Женщины, это эксперименты. Журналисты канал «1 плюс 1» отменно делайте. Обещанных полицейских или нацгвардейцев, которые бы вовремя могли отреагировать, на станцию нет. Змиркование безопасности метро в Украине тоже поселенно охранят. В Киеве, Харкове и Днепре подземки патрулюватимы додатковые загоны полиции. Пытаемся найти правоохранителей на станции. Полиции нет, значит где-то ходят. Здравствуйте. Полицейский не особо рад нашему визиту. И на вопрос, где же обещанное усиление мер безопасности, ответа так и не дает. З 2014-го року мы получили больше 150 анонимных звонков про минувание станции. Из 7-го ранка проверяют информацию про заминувание метро. Соличная станция метро театральна, закрыта на вход и на вход. Там шукают вибухивку. Работа киевского метро цього вечера паралізована. 22-й Домирийцы зателефоновал невідомый и заявил про заминувание. А вот этот мужчина в костюме не просто пассажир. С платформы Левобережки выходит эксперт по вопросам безопасности. Осмотрев вокруг станцию, он берется рассказать, насколько легко тут организовать теракт. Нет ни оборудования, которое может отследить или уловить сигналы самого детонирующего устройства. Никакого усиленного режима безопасности и, естественно, обещанных кинологов с собаками тут также нет. То есть собака, в принципе, это универсальный способ. Никаким визуальным способом не выявить, проносится ли взрывчатое вещество на станцию или нет. О том, что метро небезопасное, признают и в самой подземке. Даже видеокамеры не везде установлены. Не на всех станциях пока что цей проект в реализации. Впрочем, даже если и оснастить новыми технологиями метро, этого будет мало. Когда оно строилось, никто не думал, что его могут взрывать или еще чего-то. Если война, авиаудар, то уже война. А вот такие вот мелкие опакости, поднять в воздух один вагон, никто не предполагал. Уже этим летом станция «Левобережная» готовится принимать гостей столицы к Евровидению. Мы проверяем реакцию. Почему? Что такая реакция у вас? Какая? Кто сказал? Вам люди сообщили? А вы сами увидели? Это очень хорошо. И мы надеемся, что наш эксперимент стимулирует соответствующие органы повнимательнее относиться к безопасности в метро. Но реальные угрозы жизни могут настигнуть мирных граждан не только в метро. Многие эксперты и политологи уже несколько лет нам пророчат угрозу полномасштабного вторжения кремлевских войск. В случае серьезной опасности единственный выход – спрятаться в бункер. В Украине насчитывается более 25,5 тысяч защищенных сооружений. Но попасть в них оказалось настоящей проблемой. Если бомбоубежище закрыто, а на современный момент закрыты уже практически все, найти в нужный момент ключи будет невозможно. То есть, если силы хватит сломать хорошо, во всех остальных случаях грустно сидеть под дверью. Другие бомбоубежища, если не закрыли, то давно превратили в прибыльный бизнес. На современный момент большинство бомбоубежищ занято ресторанами, бизнесами. Многие при этом перепланированы, нарушена целостность помещений. И невозможно быстро восстановить его именно как бомбоубежище или просто защитное сооружение даже минимальных объемов. Так куда же бежать в случае чрезвычайной ситуации? Где будут прятаться первые лица страны и простые украинцы? Обстановка в этом бункере под прокуратурой не хуже, чем в некоторых квартирах. Туалеты. Вода есть, туалеты рабочие. Все, почему вода все есть. Система очищения воздуха. Сколько дней можно тут находиться? До двух дней можно тут пребывать. Враховываю, что все жалеть от количества людей. Солидный запас еды и воды. Ну, стоят четыре бака воды. Каждый из них вместимостью в 400 литров. Кроме всего, тут есть и кровати. И, конечно же, огромная аптечка. Для обслуживания бункера даже отдельно выделен персонал. Такие хоромы требуют немалых вложений. 140, наверное, 10 тысяч. Ну, Кошен Рик, выделяется. На самом деле, таких убежищ единицы. А в действительности простым людям придется искать приют в других условиях. Это убежище, в которое не водят журналистов. И так выглядит большинство подобных укрытий в Украине. Увиденное нас откровенно шокирует. Заваленный мусором вход. Ободранные стены, трупный запах и гниющий пол. Кажется, это экскурсия декорациями фильма ужасов. Конечно, тут для комфорта большего и желать стыдно. Например, тут можно попить воды. Здесь уже давно нет воды, к сожалению. 50, как вы, вода все есть. А вот, кстати, и туалеты. Их трудно сравнить с теми, что мы видели. И, конечно же, внушающие доверие входные двери. Ничего не защитит, но наоборот, людей просто в ловушку заманят и все. То есть банальная могила. Куда же без аптечек? Почти такие же, как в показательном бункере. Все есть. Почему эти аптечки разворовывали? Потому что здесь была обезболивающая шприц-тюбика. И средство преодоления ИФОВ. То есть оно работало более-менее даже как амфетамин, как наркотик наш. Оно давало силы солдату, который потерпел какое-то ранение, дойти до места, где ему окажут первую медицинскую помощь. Поэтому оно довольно-таки в популяризации у наркоманов. Кроме остальных, такие бункеры – клад для мелких ворюк. Тут может пройти каждый. Тут нет даже охраны. Это очень сильно привлекает внимание воров, которые занимаются продажей противогазов и другого имущества гражданской обороны. Так почему же в нашей стране так мало надежных бункеров? Ну, кошки были выделены, но они потом не дошли, будем так говорить. Дело в том, что нет единого органа, который отвечал бы за состояние убежищ. Это значит, что на содержание убежищ должны тратиться те учреждения, на балансе которых эти убежища находятся. Но так как о войне никто и в страшном сне не мог подумать, ЖЭКи, заводы, университеты и больницы последние 20 лет не спешили вкладывать деньги в подземелье. Оказывается, под Киевом существуют целые системы подземных ходов, которые объединяют бункеры государственных учреждений. Ну, Хрещатик предполагалось, что там будут жить не самые простые люди. Категорийность даже существовала. Кому есть место в бомбоубежище, а кому нет места в бомбоубежище. Гостиница «Украина» была и до сих пор остается стратегическим объектом страны. Бункеры находятся на расстоянии семиэтажного здания под землей и спасут даже от ядерного взрыва. Да, конечно же, есть свои элитные бункера, где там и бассейны есть, и все что угодно. Если уже бункер там суперэлитный, то он уже будет до 10 миллионов долларов стоить. А вот на что же потратили такие откровенно неприличные деньги? И потратили ли их вообще? Узнать невозможно. Так как бомбоубежища государственного значения строго засекречены, и в них бывали только избранные. Смотрите сразу после рекламы. Грозят ли Украине реальные теракты? Чего ожидать в стране накануне Евровидения? О всех внешних угрозах для нашей страны не на словах знает он. Виктор Ягун работал замглавой СБУ в самое непростое для Украины время. Он вспоминает знаковый случай, когда СБУ удалось задержать женщину с подозрительной сумкой в самом центре Киева. Я знала, что находится в этой сумке взрывчатка. Сама в обуховке мы не смогли ее разобрать, разброить. Тогда принимают решение взрывать сумку во дворе главного офиса службы безопасности. Это очень серьезный выбор был. И там и поскоржение было в середине будинка, но и другого выхода не было. Но сегодня генерал СБУ делает невероятное заявление. Теракты в Украине меньше верны, чем в России или в Европе. Он прямо советует не думать, что мирные города нашей страны настигнут массовые взрывы. Потому что у нас нет прямого связи с этими группами, которые, как правило, берут на себя ответственность за проведение таких терактов. Он не исключает провокации во время Евровидения. Я не исключаю, чтобы представители каких-то стран, Немеччины, Израилю, Франции, кому-то захочется сделать какие-то акты. Но следует не забывать. В мае на Киевские улицы выйдет более 8 тысяч правоохранителей. А силовые спецслужбы уже готовят специальные протоколы действий. И в том же Киевском метро. Он не открытый. Это наш внутренний межслужбовый протокол. Говоря про теракты в стране, это действительно возможно. Но слишком много сомнений. Во-первых, в их массовости и куда более реальности. Пильность не нужно губить, но вместе с тем, я скажу, что это не критичная ситуация и поднимать панику сейчас не на часе. Дивиться завтра, сразу после ТСН. Кто ездит в гости до Романа Насирова? Как первый фискал страны обдурил всех своей хворобой. То есть на все выклики, что на сегодня он появился, уже не хворяет. И кто сбивал с него деньги у СИЗО? Они просили дать такую помощь, и отмолы они не получили. А также покажем, как живет скандальный ректор Петро Мельник. Он вообще бывает тут? Бывает. 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 Топ-арештанты. Дивиться завтра только у секретных материалах. Дивиться завтра.